В Ненинский округ в рамках региональной недели прибыл депутат Государственной Думы Ярослав Нилов. В рамках рабочей поездки он посетил поселок Красное. В ходе визита парламентарий познакомился с деятельностью сельхозкооператива ХАРП и поздравил коллектив с 90-летием хозяйства. Александра Литкова расскажет подробнее. Первый пункт в поселке Красное, который посетил Ярослав Нилов, животноводческий комплекс и цех по переработке молока. Молочная ферма была построена здесь три года назад. Здание оснащено современным оборудованием, на сегодняшний день здесь трудятся 15 человек. Молочная ферма, своя продукция, которую потребляют, экологически чистая, все свое, все хорошее. Вот это достойный пример того, как частники и заботливые руки могут организовать, могут обеспечить рабочие места, поступление налоговое в бюджетную систему, ну а самое главное, они кормят нас, кормят и жителей, и гостей столицы. Натуральная молочная и мясная продукция сельхозкооператива пользуются популярностью не только у жителей поселка. На цехе переработки делаются у нас сливки питьевые, свыше 34% жирности, масло сливочное, творог, ну и молоко продаем. То, что мы завозим в магазин, оно разбирается за один день, ничего не остается. И городский город к нам ездит машинами, закупают масло, всю молочную продукцию, мясную продукцию, все это покупается и горожанами нашими. По словам Надежды Каневой, заготовка кормов в этом году прошла с превышением плана. На сено на 110%, по сен-ножу на 115%, тем самым полностью обеспечив поголовье рогатого скота и лошадей. На сегодняшний день, на 1 декабря, 60 голов крупного рогатого скота, из них 34 коровы, 5 нителей, и 2 быка, и остальные маленькие телята. Заготовка кормов у нас также остается по итальянской технологии, как это было уже несколько лет назад. Корма им полностью обеспечена на 100%. Затем парламентарий отправился на убойный пункт, где на данный момент идет заготовка мяса. Здесь Ярославу Нилову показали цеха шоковой заморозки, засолки и переработки халини-шкур, а также цех по производству мясных изделий. Депутат отметил, что для таких крупных сельхозпроизводителей немаловажной является государственная поддержка. Например, на ежегодные перелеты для вакцинации. Порядка 3,5 миллиона тратится на то, чтобы привить один раз в год. Из-за отсутствия нормального транспортного сообщения это затратные процедуры. Поэтому, если это не субсидировать этот вопрос, не решать и не помогать, то невозможно будет обеспечить рентабельность предприятия, обеспечить рост зарплат тех, кто работает в сфере переработки, производства. И задача наша, добиваясь повышения качества и уровня жизни, в том числе решая эти вопросы, обеспечивать рост заработной платы. Также Ярослав Нилов рассказал о новых правилах охоты, которые должны вступить в силу с 1 января следующего года. Депутат уверен, разработчики федеральных правил охоты обязаны учитывать реалии севера. Вот, например, Министерство экологии выпустило свой нормативно-паровой акт, которым запретили охотиться на гусей в 15-километровой зоне и на островах. Таким образом, те, кто проживают в деревнях вдоль океана, они подпадают под запрет. Коренные малочисленные народы севера там разрешено, но там же есть другие национальности, для которых те же гуси – это традиционное питание. А про острова там живет порядка 300 человек. Про них вообще забыли. Поэтому наша задача в Москве этих чиновников ориентировать на принятие правильного решения. В завершение рабочей поездки парламентарий пообщался с коллективом сельхозкооператива и поздравил с 90-летним юбилеем хозяйства. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.